Кринлянка и Калачев провели хорошие сезоны. Один забил восемь и четыре отдал. Калачев лучший ассистент российской лиги. Разговаривали ли вы или думали, может быть, вернуть двоих или кого-то одного вообще в сборную? Ну, разговаривали. С Тимофеем немножко раньше разговаривал, с Сережей, в общем-то, поговорили сегодня. Он подъезжал в расположение сборной, пообщались. Ну, ребята, в общем-то, свой, как говорится, футбольный век в сборной решили ограничить, вот, сосредоточиться на выступлении за клубы, потому что, в общем-то, ну, как они говорят, уже не так много и осталось. Вот, поэтому хотелось бы сосредоточиться на чем-то одном. В общем-то, ну, и силы, и эмоции, они не беспредельны, поэтому по ним вот такая ситуация. Ваша реакция на ситуацию с Антоном Сорокой? Насколько вообще она нормальна, именно сама эта ситуация? Ну, я не хочу, еще раз скажу, ее комментировать, да. Ну, понятно, что так быть не должно. Кто в этом виноват, не мне разбираться, вот, и не мне кого-то винить. Поэтому, жаль, мы рассчитывали на Антона, но, раз сложилась так ситуация, что поделаешь. Дмитрий Синяк, спортивная панорама. Вопрос вдогонку про Корниленко и по Калачеву. Что слышно с Кривцом? У него травма? Ну, вы общались с ним? Ну, я с Сережей не общался, но человек получил травму. Смысл его дергать, о чем-то говорить. Сейчас его главная задача восстановиться. Опять же, контракт, насколько у него легитимен, вот, в Висле. Поэтому, здесь, еще раз говорю, начнет он тренироваться, начнет играть. Пообщаемся, вот, как он видит ситуацию. Ну, а сейчас смысл мне дергать человека, пусть, как говорится, восстанавливается и набирается силы, эмоций, как говорится, здоровья ему. Игорь Николаевич, Сиваков прибыл на сбор с травмой, там, с разбитым лбом. Не помешает ли это ему, в общем-то, он защитник, придется много играть головой, не помешает ли это ему в игре со Швейцарией? Ну, мы с Мишей разговаривали. В общем-то, он получил рассечение перед первой игрой в Хабаровске. И с зашитым лбом он отыграл две игры на позиции центрального защитника. Вот, поэтому, я думаю, здесь больших проблем не будет. Миша не трус, Миша боец, вот, и если надо, он голову не уберет, даже зашитую. Поэтому надеемся на него, и, в общем-то, из беседы с ним все нормально, он готов играть. В прежние времена соотношение игроков-легионеров и игроков национального чемпионата было примерно 50 на 50 сборной. Сейчас 13 в 6, то есть больше, чем в два раза. Это новая тенденция, либо это так вынужденные обстоятельства? Ну, здесь как бы и момент обстоятельств, да, но и момент, опять же, того, что, еще раз говорю, нужно смотреть всех кандидатов, вот, на то она и товарищеская игра, вот, чтобы, еще раз говорю, и посмотреть и новых ребят. Но в какой-то мере она вынужденная, потому что у многих, у кого-то чемпионат в разгаре, как у Маевского, у кого-то чемпионат заканчивается, но еще туры, вот, как в Турции, 31-го тур. Поэтому здесь некоторые ребята пока не доехали. Насколько вас не устраивает состояние Астасевича? Ну, я уже говорил, то есть, по Игорю, ну, как футболиста я его знаю, да, момент его позиции на поле, я тоже знаю, да, на данную игру я хочу посмотреть немножко другую схему, поэтому, ну, смысла вызывать Игоря, вот, я большого не видел. Здесь, еще раз говорю, будет игра с Болгарией, здесь уже, как бы, мы посмотрим, выберем окончательную схему, по которой будем играть, вот, и под которую будем вызывать футболистов. А на данный момент немножко другая схема и другие исполнители. Тревожит ли вас вообще состояние футболистов БТ, то есть, там много критики у команды, что нет и игры, и в обороне проблемы, вот, вы как тенера сборной? Ну, скажу так, как тренер, я понимаю, что всю дистанцию тяжело пройти на пике формы, да, то есть, они спады неизбежны, но здесь, как бы, ну, здесь больше беспокоит, наверное, такой момент клубного тренера, да, то есть, момент, где, как бы, подготовка велась, где, может, этот планировался спад, а выход к Еврокубкам на пик. То есть, здесь мне сложно судить, как готовилась команда, здесь, наверное, больше ответит на вопрос Саша Ермакович, вот. Ну, а так, естественно, всегда хочется, чтобы под игры сборной игроки и кандидаты, и кого, кто вызывается, были в оптимальной форме. Ну, я еще раз говорю, это сезон, это момент подготовки, это момент вывода на пик в определенное время, которое планируется главным тренером, поэтому, ну, здесь, еще раз говорю, так тоже складываются обстоятельства, поэтому уж такого сильного беспокойства это не вызывает, ну, естественно, хотелось бы, чтобы все кандидаты были в хорошем игровом тонусе и в максимальной спортивной форме. Вот к вашим словам, насколько вообще охотно тренеры наших грандов дают вам какую-то информацию о состоянии футболистов, с учетом того, что вы тренер команды и их конкурента по чемпионату? Ну, никаких проблем нет, я вот, ну, на данный момент общался и с Кубаревым, общался и с Ермаковичем, да, в свое время был Сергей Владимирович Боровский, то есть и с ним общался, то есть здесь проблем нет, то есть информация дается мне полная, да, если какие-то микротравмы, какие-то моменты, вот, как вы говорите, неоптимальная форма, то есть все, все это говорится, и здесь, как бы, нет никаких тайн, вот. Ну, я, как бы, тоже эту информацию использую, ну, больше как тренер сборной, а не как клубный тренер, вот. Вот, поэтому, то и по Риусу, что сейчас после травмы человек тоже набирает, у меня такая же ситуация по Макасю, то есть была травма, он только-только-только набирает кондиции, вот, тоже, тоже вот такой момент. Сейчас на сборне вызван Мартынович, капитан команды, кто вместо него с капитанской повязкой выведет команду? Ну, решим, решим, здесь, за день до игры, я думаю, примем решение, кто у нас будет выводить команду, ну, я думаю, это будет человек, который, как говорится, не первый день в сборной, вот, опытный, авторитетный, ну, решим, то есть есть у нас такие люди, вот, еще есть два дня у нас, поэтому. Игорь Николаевич, вы везете сейчас, ну, достаточно экспериментальный состав в Швейцарию, после неудач со Швецией и с Македонией, болельщики ждали, так сказать, реабилитации от команды, не опасаетесь ли вы, что команда может снова неудачно сыграть и, так сказать, вызвать гнев болельщиков? Ну, я еще раз говорю, это спорт, я все понимаю, да, я все понимаю, понимаю критику, да, но, еще раз говорю, если я не буду экспериментировать в товарищеских матчах, то мне сложно будет, как бы, иметь полную картину к официальной игре. Я еще раз говорю, мы едем в Швейцарию играть, играть на положительный результат, вот, понятно, что много новичков, понятно, что срок короткий, подготовки, но, еще раз говорю, я на это скидку не делаю, главное, чтобы болельщики отнестись к этому с пониманием, вот, ну, а к отборочной игре с Болгарией, я уже думаю, будет и оптимальный состав, да, и оптимальная тактика будет на эту игру, на домашнюю, поэтому я тоже понимаю, что болельщики заждались побед, заждались положительных эмоций, вот, ну, еще раз говорю, работа строится так, чтобы все-таки к официальной игре все было максимально, как говорится, сбалансировано. Еще, если можно, обычно, когда у кого-то из игроков день рождения, это маленький праздник в команде, положительные эмоции, у вас вот на эти сборы приходится целых три дня рождения, Горбунова уже отметили, впереди Драгон и Матвейчик, это хороший знак? Ну, я думаю, хороший, всегда в день рождения у людей повышенный жизненный тонус, вот, повышенные положительные эмоции, я думаю, это хорошо, вот, и забыл вам ответить по поводу Мартыновича, а, ну, это по капитанству, просто, что он не участвует, поэтому не вызвал четыре карточки, и смысла его на товарищеские игры вызывать нет особо. Вдобавок к критике, да, Александр Лукашенко недавно жестко прошелся по хоккею, и не опасайтесь вы, что после вот тех двух неудач раньше и возможных, сегодня последуют какие-то выводы на самом верху? Ну, скажу так, тренерская работа, она такая, она такая, вот, вот, здесь без критики, без каких-то орг-выводов сложно ее провести, вот, ну, я тоже оптимист по жизни, и надеюсь, что все будет хорошо, вот, у нас, и еще раз говорю, наша сборная все равно в любом случае будет двигаться, будет развиваться, то есть это, это скажу однозначно, вот, как бы там ни сложились эти игры, все равно будем, будем двигаться вперед. Мы недавно разговаривали с Валерием Стрипейкисом, он рассказал о том, чем он занимается в сборной. Кроме него в штаб входит Олег Кузьминок, у него занятость вместе с вами в торпедах, ну, за что он отвечает, чем он занимается? Ну, он отвечает, как тренер физподготовка, да, отвечает за подготовку стандартов к каждому конкретному сопернику, вот, ну, и какие-то общие моменты тактические, в общем-то, обсуждаем и все втроем, вот, под конкретного соперника, под футболистов, которые у нас есть, то есть, ну, вот эти моменты, это основное, в общем-то, что входит в его обязанности. Насколько он вообще комфортно себя ощущает в сборной, учитывая, что он в ней не играл, и у него нет такого, допустим, опыта и такого веса, я не знаю, как у того же Стрипейкиса? То есть, это не мешает ему руководить, управлять как-то коллективом? Почему? Он тоже играл, он тоже играл, и он был лучшим бомбардиром первой лиги, насколько я помню, там... Я имел в виду, не играл в сборной, так-то понятно, что он играл, да. Ну, я тоже не играл в сборной, ну, что сделаешь? Что сделаешь? Еще раз говорю, тренер такая профессия, что здесь, как говорится, не всем дано быть хорошим футболистом выдающимся, как и не всем выдающимся дано быть хорошим тренером. То есть, здесь сопоставлять одно с другим, ну, это все достаточно относительно, и корреляции какой-то нет. Вот, поэтому, ну, в общем-то, у него такой же авторитет, как и у меня. Здесь сказать, что ребята его не слушают, или как-то там по-другому, нет, нет. То есть, да, хорошие какие-то подколки есть там, и в мой адрес они могут быть, кто-то меня давно знает, с кем я работал. Я к этому отношусь тоже нормально, и в ответ могу что-нибудь. Поэтому, только те моменты, которые создают положительный фон, они присутствуют. А какого-то неуважения, что там он играл, что не играл, ну, этого нет. Этого нет. Как говорится, если он пришел, занимает должность, значит, коллектив и ребята, которые здесь у нас собраны, они должны относиться с уважением в любом случае. Кто курирует легионеров, кто отсматривает их матчи, это с Трепикистом особо не сказал. Ну, и Валера, и я. То есть, многие, я же говорю, игры транслируются, российские игры транслируются. Вот, Турцию можно найти в интернете. Когда идет тур, допустим, я занят, я могу поручить Валере там. Если нет, а мы делим игры, он смотрит одни, я смотрю другие. То есть, и потом информация уже более полная. Мой последний. Вы ранее говорили, что матч со Швейцарией будет рассматриваться как возможность дать легионерам практику игровую. Их немного. Изменился ли приоритет у матча вот сейчас? Не легионерам, наверное, а белорусам. Нет? Это не я. Это вас, значит. Да. И игра эта делалась для того, чтобы дать сыграть легионерам. Сложилась такая ситуация, что легионеров у нас не так много. И пришлось закрывать этот товарищеский матч ребятами из белорусского чемпионата. Тренерские штабы нашей сборной довольно часто меняются, к сожалению. Лишь одна фигура у нас неизменная. Андрей Сосуньевич, тренер в квартале. Вот на ваш взгляд, благодаря каким качествам он работает уже, наверное, при четвертом тренере? Ну, наверное, первое профессиональное. Раз как бы всех тренеров устраивают, значит, это первонаперво профессиональное качество. Вот. Ну, и, наверное, его характер. То есть он не говорит никогда лишнего, не бывает назойливым. Ну, спросишь, он ответит, и все. То есть, ну, и, насколько я понимаю, то есть он достаточно неплохо ладит с вратарями, чувствует их определенные психологические моменты, в каком они приезжают. Вот. И кого может на данный момент лучше поставить, кого не поставить. Вот. Поэтому, наверное, поэтому он при всех тренерах главных остается одним из тех, кто неизменно входит в тренерский штаб. Судя по сегодняшнему составу, на мой взгляд, у вас должны быть наибольшие опасения за линию обороны перед матчем с Швейцарией. Так ли это? Ну, наверное, то, что линия обороны подвергнется наибольшему давлению, это понятный момент. Вот. Понятно, что и очень много новичков там в этой линии, да. А оборона – это одна из линий, которая должна быть стабильная и во многом неизменно. Ну, что делать, еще раз говорю, для этого и товарищеская игра, чтобы я посмотрел этих ребят именно в спарринге с хорошим соперником и под хорошим давлением. Ну, мы, к сожалению, не коснулись сборной Швейцарии непосредственно. Хорошо ли вы ее изучили и что можете сказать об этой команде? Ну, по крайней мере, мы посмотрели игру «Последняя с Латвией» с ребятами, да. В общем-то, я еще на основе статистических выкладок, которые мне предоставляются, изучил основные компоненты по игре в атаке, по игре в обороне, по игре на стандартах. То есть, все эти моменты, вот, ну, то есть, насколько, насколько мог, информацию собрали, до ребят донесли, вот, то есть, не скажу, что там будем играть мыслиста, не зная, как и чего играет соперник. Ну, а так, хорошая линия атаки, вот, очень много легионеров, ну, в основном даже играют легионеры, которые играют и в Англии, и в Германии, вот, ну, то есть, сборная хорошего уровня, еще раз говорю, ну, тем интереснее будет играть и посмотреть себя на их фоне. Вот вы сказали о том, что просмотрели Швейцарию, все там в курсе. У ваших предшественников были специальные люди, которые разбирали матчи соперников, делали видеонарезки. Кто этим занимается у вас? Значит, матчи смотрим и я, и Валера смотрим, и потом он готовит видеонарезку. Все, больше нет вопросов ни у кого. Все, да. Спасибо, Таня. Все, спасибо.